Стартовали мы с Ишкека, в Эмираты. Мы вернулись к исходной точке и вернулись в Кыргызстан. 13 стран, более 47 тысяч километров. Это все облетел кыргызстанец-союзбек Салиев. Большая работа пилота-кругосветчика оценивается как героический поступок. Путешественник гордо пронес флаг Кыргызской республики по маршруту «Великий круг по экватору». Кстати, сам союзбек Салиев раньше считал, что никогда не сможет воплотить эту мечту. Для того, чтобы простого парня, выросшего в обычной сельской школе, это очень недостижимо, считал. Но я стал собирать информацию, обучился на пилота, собирал информацию. И понял, что, в принципе, можно это сделать, но надо готовиться. Очень сильно хорошо готовиться. И в течение пяти лет мы готовились. И вот свой полет посвятили 25-летию независимых селестра. Не просто перелететь в земной шар, знаете, просто как для себя исполнишься. А именно пронести флаг и сделать полезное для своей страны. В странах Средней Азии еще нет летчика, который облетел бы земной шар, как союзбек Салиев. На сегодня он единственный тюркоязычный путешественник, покоривший маршрут «Великий круг». Пять лет тому назад, 25 августа 2016 года, в 7 утра начали эту кругосветку. Ровно через 62 дня союзбек вернулся снова в Бишкек. Поэтому сегодня такой символический день. Я вас тоже всех поздравляю с праздником, с наступающим. Мечта союзбека Салиева пролететь вокруг света ожидала своего момента 10 лет. Фотовыставка в честь кыргызского путешественника, которая началась в Национальной библиотеке. Это показатель того, что мечты избываются. Самолет он назвал в честь своей мамы, которая была преподавателем и водила указкой вокруг этого глобуса. И он облетел вокруг земли в память о своей матери. И самолет назвал в честь своей мамы. Отметим, что с 1924 года ведется мировой листинг кругосветчиков. Союзбек стал 216-м, и он официально внесен в этот рейтинг. Жениш Мурзяул Расул, Улухбек Абдиев, ЛТР, Бишкек.